Ребята, всем доброе утро. Мы проснулись, приготовили завтрак. Что ты ешь на завтрак? В общем, мы сплавили девчонок и колени. Ты ботинки куда берешь? И салоном едем в клуб. Что с ботинками? Не, мы менять билет. Салоном в аэропорт и не смогли найти, где поменять билеты. То есть офис аэрофлота не работает в Лос-Анджелесе нормально. Они работают тогда, когда идет посадка на самолет. Бред, мы полдня потратили, все, доехали. 17 минут мы уже не можем выяснить, где оплатить билет в Лос-Анджелесе. То есть они говорят, мы вам можем по телефону поменять, но вам нужно прийти в офис и оплатить. В принципе, логично. Где можно полдня? Они говорят, в аэропорт. Мы приезжаем в аэропорт, там никого нет и никто не знает, где тут вообще аэрофлот. Они говорят, на 43 стойке я туда подхожу. Они говорят, ну извините, посадка уже прошла. То есть самолет улетел, офис закрылся. Четыре часа дня приехали. Что это вообще такое? Бред сивой кобылы, ребят. Это аэрофлот, это Россия. Прикольно организовано движение. Вот эта полоса, это написано CarPulse, то есть для машин, в которых два человека и более. Соответственно, если ты едешь один, то ты должен ехать только в правых трех полосах, а в левую не можешь переехать. Это сделано для того, чтобы люди объединялись и ездили, например. Ну, чтобы уменьшить пробки, чтобы они ездили на работу вместе. Передвигаться, когда два человека и более в машине, можно намного быстрее. Ехали мы покушать, здесь пахнет шашлыком. А вот нам владелец Тесла пришел. Всем привет. Я Тесла Мэл. Привет, как здесь? Здорово. Привет. Рад тебя видеть. Как Тесла? Ездит все нормально? Ездит все хорошо. Довольно сожутные сделаны. Слава подтянулся. И вот у нас. Друзья. Привет. Всем привет. Всем привет. Я ради эксперимента сейчас рядом с густангом автофорковку я делал. Петь, хватит понтоваться. Когда ты нормально двери начнешь открывать? Знаю, они по-другому не умеют. Серьезно? Вот смотри, что происходит, я вообще не понимаю. Она сама это делает, я вообще ничего не делаю. Да там у тебя внутри ребенок сидит и нажимает. 100% честно. Ребят, я покажу. А он посередине. Здесь на самом деле механическая подъемка двери. Что ты крутил сейчас? У него педали там. Он нажимает педали. Покажи. Педали я наживал? Да у меня ничего нету. Серьезно? Да, у меня вообще ничего нету. Все. Все, давай, садись. Ну давай, в общем. Я поехал. Мажорно садись. А это как? Я не знаю. Ну как обычно. Как обычно. Ребят, сдали машину? А чего в пледо? Я не знаю. Я не знаю. Ураа! Ха-ха-ха-ха! Маман, я нормально Класс дала? Да. Да, вообще. Она полная. Давай, Наня. Сотица. Дай! Дай! Что, ты? Да, мы стоим. Ура. Ура! 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 Ребята, мы приехали в клуб пострелять. Ну вы поняли, да? Что значит пострелять в Америке? С настоящего оружия я увидел вот этого красавца. Сузуки. Он нереально злой. Магну. Охренеть. Я хоть и с Магнумом стрелять. Удивительно, что меня еще не отругали, потому что я снимаю. Разрадить? Да. Ой, сори. Ну я не первый раз. Я сын военного, поэтому все знаю. То есть тебе нужно обязательно передернуть после того, как вы изъяли магазин. Обязательно передернуть, потому что в стволе будет патрон. что, ребятки, постреляем. Все. Блин, ты за гребка. у него огонь идет я сильно ниже бью, видишь, у меня вот то есть правее и ниже все цель цель тебя, да мне в лоб прилетело цель тебя мне сказать, что у него патронов в два раза больше, короче, и у меня нахрен руку оторвет к этому же пистолету? нет, другой 45-й 45-й, кажется, тоже охеренный ребята, контракт играет нифига себе тут патроны вы кайф нормально вот так приятно она, та больше тягучая, а это такая разум вот это просто оргазм, ребята офигеть вот это оргазм офигеть вау уху ну что, ребятки пора с игрушками закончить и взять настоящий револьвер это магнум 44-го калибра это, конечно произведение искусства его, когда держишь в руках чуть-чуть чуть-чуть аж потрясывает ну нахер отец ну ты видел? видел? посмотрите, какие патроны это просто нереальная мощь одно зарядка здесь уже испытываешь ну что, просто револьвер давай все да я не представляю, какая у него отдача он сказал, что сильная но типа нормально как у американских фильмов как у американских фильмов мне нравится я никогда не думала, что револьверы такие мощные засуни один прокрути не прокручиваешь? нет как раз да с какого с какого офигеть ты бы себя убил с первого раза теперь проверим сколько я в этом случае раз Мы с тобой застрелимся с первого раза. Ребята, это просто восхитительно. Amazing, как говорят американцы, это очень круто. Я получил массу эмоций. Никогда в жизни не стрелял с револьвера. Пожалуй, меня это больше всего зацепило, потому что бешеная мощь, отдача, очень круто. И чувствуешь себя, как будто ты в американском фильме в каком-то. Обязательно схожу в Россию в тир и сниму видос, что у нас там. Ребята, небольшой лайфхак. Ходите в Universal в будние дни, но не в пятницу. То есть в пятницу, в субботу, в воскресенье здесь очень много народу. Очереди от часа начинаются. Минимум час надо ждать, чтобы у попасть. Это нереально долго. В будни вы будете стоять 10 минут максимум. Они сейчас работают, да? Они сейчас работают. proprietiksi, что круто. Какия лучшая версия? говорят не в говорит там вязать recountную наоборот. Субтитры делал DimaTorzok 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 что настолько политическая катастрофа происходит, он говорит, что кого бы сейчас не выбрали, это будет очень-очень интересное как бы шоу, которое стоит посмотреть. Я пообещала Дэну, поскольку он говорит, теперь я хочу послушать комментарии, я хочу понять, что вы пишете, я пообещала, что я принесу, значит, видео, принесут все комментарии, мы с ним каждый прочитаем и переведем для него, потому что им очень интересно, что люди думают по его точке зрения. Да, пишите, ребята, обязательно комментарии. Я знаю, что у меня адекватные, все хорошие, пишите. Хорошие вопросы, может быть, какие-то зададут, да, интересные людям будут ответить. Да, и Дэн вам ответит, и мы как-нибудь скотерируемся. Лен, даже запишешь, может быть, видео на свой канал, и будет... Открытие новой рубрики, я хочу такого соседа. Твой выбор. Твоя очередь выбирать и наливать. Только некоторые, ты знаешь, не надо выбирать сразу. Да, автоматим. I think it should be interesting taste. По половиночке? Да, по чуть-чуть. Наливать пополам, да? This is my wife's favorite. О, да. Это моя самая любимая виска. Да, он сказал, что она очень... Резко на вкус. Резко на вкус. Это это. Лафроиг. Отлично, он уже вошел в роли и помогает мне снимать видео для... Вы хотите вкусить? Ребята, я вам скажу, что это очень занимательное времяпрепровождение. Если бы у меня был такой сосед, я бы сейчас стрим онлайн бы запилил бы. Убивает не все, я могу перевести для вас, ребят. Но идея в том, что значит, на северных берегах Ирландии как бы растет какой-то вид растений. Когда он умирает, этот вид растений, они его в такой компост превращаются. Они из него делают такие брикеты. В первую очередь они пропускают через него виски, как один из способов фильтрации. И он получает этот аромат. А потом они его сжигают и пропитывают им бочки. И эти бочки деревянные дают основной аромат. И поэтому вы его чувствуете. Это такой запах, вот это именно конкретные травы, которые я, к сожалению, не могу перевести. Супер, ребят, спасибо за очередной вечер, за гостеприимство. Пожалуйста, приезжайте. Это очень круто. Даже сонного Вавана разбудили сегодня, который работал всю неделю и при этом нас не киданул красава. Окей, пей. Субтитры сделал DimaTorzok